Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся в преддверии нашей надежды до восстанавливания воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертило десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя Крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой, усиленную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Мы знаем, что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. «Исходя из этого, быть совершенным, как совершен Отец Наш Небесный, означает любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословения на праведных и палящий гнев на неправедных. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить для умершего за нас и воскресшего, и таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, чтобы дать Богу основание не прежним законам, даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал это Аврааму или семени его. Ибо незаконно даровано Аврааму и семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4,13. При этом мы сделали ударение на то, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божьего, определяется по смиренному послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божия дается только тем людям, которые повинуются их слову в порядке иерархической субординации, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. А посему посредством праведности веры завет мира представлены в наследие мира призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии. Потому что плод праведности, взращенный в едеме нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира, который призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Это плод, который мы должны взрастить. Если мы не взрастим этот плод, мы не сможем соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Потому что Писание говорит, каковы мысли человека таков и он. Только тогда, когда наше помышление помещено во Христа Иисуса. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. Плод правды, явленный нами в атмосфере мира Божия, могущего сохранить наши помышления во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших, которая служит свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира, и которые являются умом Христовым в нашем духе. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизни мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой и вере Божией, это и есть те самые противники Христа, принявшие на свое чело клеймо зверя, которые к инфраструктуре мира Божьего никакого отношения не имели и никогда не будут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует вновь и вновь твердо усвоить, что только через соработу нашего духа нашего возрожденного духа, который пришел в меру полного возраста Христова, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христово в наших телах и облечь наши тела воскресения Христово в достоинство нетленного жемчуга. То есть, это воскресение Христово тоже должно являться плодом нашей веры, который мы приняли в семени и взрастили в плод. Мы остановились на четвертом вопросе, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, являемся мы сынами мира, что идентифицирует нас как сынов Божьих или как Его святыню, как Его собственность. Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими, как написано блаженный или же благословенный миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5, 9. При этом никогда не следует забывать, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не сможет перейти в качество и формат праведности, в которой он мог бы получить способность облечься в обетованное Богом наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира, в достоинстве воскресения Христова, в которое он облечет себя в тот момент, когда Бог найдет это нужным, в преддверии нашей надежды. В силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, дающий им право на обетование мира, в котором они могут быть наречены сынами Божьими. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи оправдание и пусти его в оборот, чтобы оно обрело качество праведности. Плод праведности в нашем сердце в формате мира Божия и обнаруживает себя в помышлениях духовных, которые являются печатью Бога на наших челах. Именно печать Бога на челах наших, которая обнаруживает себя в помышлениях духовных, как раз и является доказательством того, что мы являемся сынами мира. Что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, чтобы ввести нас в наследие своего сына, дабы мы могли разделить с ним исполнение всего написанного о нем в законе, в пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествовать в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Мы отметили, что владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если познанная нами избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, а мы будем обличены в святость ее палящей ревности. Именно познание своим сердцем святой или же избирательной любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия, или же соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность подобно Богу бодрствовать над Его Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы светить своим солнцем на праведных и неправедных и изливать свои дожди на праведных и неправедных в соответствии установленного Богом закона, для одних в благоволение, а для других для наказания. Итак, в Писании избирательная или же святая любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Мы отметили, что по своей сути любовь Божия Агапия это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает в воле изъявлений своего предузнания и предопределения. То есть она избирает их прежде создания мира. Бог предвидит по своей сущности и способности предвидеть, прежде чем Он создал мир. Он уже видел этих человеков. Они находились во Христе Иисусе. Он их поместил во Христа Иисуса. Кого Он поместил во Христа Иисуса, прежде нежели создал мир из самого человека? Тех человеков, которые, услышав истину, не плюнут ей в лицо, а преклонятся пред нею и скажут, да будет воля Твоя. То есть они умрут для своего народа, своей национальности, для дома своего отца. При условии, если их дом отца будет противиться истине, а также умрут для своих расслевающих желаний. Таким образом, их совесть будет очищена от мертвых дел, и тогда туда можно будет внести запечатлеть начальствующее учение Христова, что позволит Святому Духу прийти как Господу и Господину, чтобы открывать ту истину, которая запечатлена в нашем сердце. Дух Святой никогда не придет в сердце человека, как Господь и Господин, если там не запечатлено в чистой совести начальствующее учение Христова. Вы скажете, но я говорю на иных языках, это же Дух Святой. Нет, это Твой Дух говорит на языках. Дух Святой пришел к Тебе и дал Твоему Духу способность говорить на иных языках, погрузив Тебя в смерть Господа Иисуса. Это был формат залога. Ты должен был этот залог пустить в оборот, чтобы это крещение стало для тебя действительно крещением. Потому что в крещениях мы умираем для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающей жизни, а ты не умер. Твой характер сохранился. Ты, говоря языками, не меняешь своего характера. Итак, благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает и никогда не позволяет нарушать суверенные права собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате из семи, имеющихся характеристик добродетели, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, благовление Бога к нам. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своей вере братолюбие или же любовь к Божию Агапе. В священном Писании степень силы избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли и соучастников твоих. Евреям 1.9. То есть, боли всех соучастников я помазал тебя елеем радости за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И эту радость ничто не может угостить. Чем больше человек испытывает потерь в физическом мире, тем ярче эта радость. Именно эта радость обуславливает мир Божий. Мы знаем, что зло, обнаруживающее себя в человеках, в ненависти, исходящей из их зависти и гордыни их сердца и ума, а также добро, обнаруживающее себя в человеках, в братолюбии. Это на самом деле программы, носителями которых они являются. Программа сама по себе не работает вне программного устройства. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие, возможно, только в их носителях, которые являются их программным устройством, как написано, Господь испытывает праведного и нечестивого. Он испытывает программы свою, он испытывает свою программу в праведном и испытывает программу падшего херувима у нечестивого. А нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу и палящий ветер их доля из чаши. Вот так любит Бог нечестивых. Господа с толерантным мышлением, которые все время твердят себе и другим, Бог любит всех, Бог любит нас такие, какие мы есть. Бог любит нас тогда, когда мы такие, как Он. Не такие, как мы есть, а такие, как Он. Он любит подобных себе. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведник. Эпсалом 10, 5, 7. Я напомню, что лицо его видит праведник означает на еврите. Лицо его увлекается лицом праведника, влюбляется в лицо праведника. Он вдохновляется лицом праведника. Ему приятно смотреть на лицо праведника. Он хочет видеть такое лицо. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель Бога, в его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности плода добродетели, который обнаружит себя в человеке, в атмосфере братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божия Агапи в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере добродетель в любви Божией в атмосфере братолюбия? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы находимся в атмосфере братолюбия? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере любовь Божию в атмосфере братолюбия? Первые условия, дающие Богу основания излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, это наше решение быть возрожденным от нетленного семени благовествуемого нам слова. Это уже было предметом нашего исследования и мы остановились на втором условии, который дает Богу излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему негодно как раз выбросить ее вон на попрание людям. Матфея 5.13 Это весьма важная дисциплина, которой мы уделяем достаточное время. Исходя из Откровений Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее его островом, которое омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения, делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которое и определяет почву нашего сердца доброй или мудрой. Посмотрите, когда человек имеет в себе соль или когда он получает, когда он становится солью, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится, когда его молитва соответствует требованиям жертвы, тогда он осоляется, потому что на жертвеннике есть огонь, и вот в этом огне человек осоляется, и этот огонь на жертвеннике представляет Святой Дух, который своим огнем осоляет жертву или осоляет молитву, которая отвечает требованиям жертвы. Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы поправите ее? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Марка 9, 49, 50. Я напомню, несмотря на то, что все овцы по своей природе это чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется для жертвоприношения на жертвенники всесожения, дабы быть осаленной солью завета. Видите, святой это отделенный, поэтому святой это всегда чистый, чистый это не всегда святой. Помните, женщина очистила свой дом и он остался чистым, и тогда один из тех злейших, от которых она очистила, приходит посмотреть и видит, что в доме никто не живет. Дом очищен, но он не стал святым. Человек не пошел на жертву, он не отрекся от своей национальности, от дома своего отца и от своей душевной жизни. Он очистил себя, но он не стал святым, он не отделился, и тогда он берет семь злейших и приходит в этот дом, и вселяется в него, и тогда для такого религиозного человека, религиозного собрания, религиозного движения это будет хуже, чем было раньше. И вы увидите впоследствии оккультно обремененных одержимых людей. Это не значит, что не будут блевать и сторгать пену, это значит, что не будут кукарекать, квакать, прыгать, всевозможные другие будут проявления духовные, исцеления ложные, изгнания бесов ложные, где не изгнание бесов будет, а загонять они будут бесов во время изгнания человека, потому что будут оккультно обремененными, и где они будут воспринимать дух обольщения за Святого Духа. Вот что произойдет и уже произошло с многими движениями. Посмотрите на хулиганствующее харизматическое движение. Хулиганы! Посмотрите, во что они превратили поклонение Богу. Посмотрите, на что они сделали, они там беснуются, на дискотеке такого нет, что происходит там. Они извратили истину Священного Писания. У них евангелизация, добродетель, да, они пытаются что-то брать от теократии, но там диктатура, а не теократия. Теократия это власть любви Божьей Агапи, где мы подчиняемся друг другу в любви и желании, а там будет диктатура. Если ты не прыгаешь, будешь отлучен. Хорошо. Если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенников всесожжения, дабы быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы в достоинстве священников Бога. А следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Напомню, святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, за которыми следуют поступки, обладающие тем, чем обладают наши слова. И они-то обращают на нас благословность Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12, 14. Однако, попытка являть мир вне границ святости и никак выражения святости трансформирует нас в сынов погибели. Показание плода святости в молитве – это утверждение своего происхождения, дающее нам основание на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Именно свойство святости, явленное нами в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы Его собственность, Его святыня, Его дети. так как по сути дела только святые человеки могут представлять интересы святости своего небесного Отца в исполнении своего освящения, преследующего цель посвящения Богу для служения Богу. Итак, что такое святой? Слово святой это рожденный от Бога, рожденный для Бога по отношению к человеку слово святой, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственность и святыня Господня, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога, разделяющий властные полномочия с Богом и так далее. Слово святой обуславливает внутренние состояния нашего сердца, делающего наше сердце идентичным сердцу Бога, в то время как слово святость обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воином молитве в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основания преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам свое благоволение. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздумяться, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетная и которых деснится, деснится лжи. Божий, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего от лютого меча. Мы раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни на десятиструнной псалтире, обуславливающей свойства святости, призвана преклонить к нам небеса, откуда изливается избирательная любовь Бога. Она не для всех, а только для тех людей, которых Бог предузнал прежде создания мира. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает преклонить ухо к молитве человека, внимательно слушать молящегося человека. Бог не слушает грешника, Он слушает праведного человека. Вы скажете, ну, если я согрешаю, ну, если ты согрешаешь, это не говорит о том, что ты грешный. Праведный тоже может согрешать, но он остается праведным. Писание говорит, праведный семь раз упадет, но встанет. Если ваш ребенок, которым вы ведете за руку, вырывает руку, хочет самостоятельно идти рядом, но не держась за вашу руку, спотыкается и падает в лужу, разбивает колени, нос, вы что, продолжаете идти дальше? Говорит, все, ты больше мне не сын? Вы немедленно остановитесь, поднимете его, вытрите и начнете успокаивать его. И говорит, сынок, говорил же тебе, надо держаться за ручку. Вот когда вырастешь, тогда сможешь ее, а сейчас я должен держать тебя за руку, а иначе ты постоянно будешь падать в грязь. Праведник семь раз упадет, но встанет, а нечестивый день раз упадет и не встанет. Поэтому праведность находится в нашем духе. Наш дух, возрожденный от Бога, он не является грешным по происхождению. И когда мы согрешаем, мы согрешаем от греха, который приходит не из нашего духа, а извне. А почему, когда грех приходит извне, и мы согрешаем от этого греха, Бог не вменяет нам этого греха. Просто не вменяет. При условии, что мы признаем этот грех, каемся и восстанавливаемся. И во время покаяния мы совершаем триумфальную победу над грехом. Итак, чтобы дать Богу основания, как я сказал, чтобы Он преклонился для нас или преклонил свое ухо, нам необходимо представить аргументы своего происхождения в явлении плода святости, как в атмосфере братолюбия, так и вне ее. Так как святость это явление плода правды, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечной. Римлянам 6,22. То есть, когда человек освобождается от греха, когда его душа освобождается от зависимости ветхого человека, когда освобождается от своего мужа, как Авигея освободилась от Навала, он через десять дней умер, то есть, закон поразил его. И тогда только она может стать женою Давида. Не может стать человек женою Христа, если он не освобожден от закона, который обнаруживает в нем грех и дает силу этому греху. Здесь говорится, когда вы освободились от греха, только тогда вы становитесь рабами Богу, и тогда только вы можете явить плод святости, конец которого жизнь вечная. Из данного определения следует, если человек не освободится от греха путем совлечения себя ветхого человека с делами его, он не может стать рабом Бога, дабы являть соль святости. Вы скажете, когда же это будет? Мы уже с вами говорили, как только вы верою принимаете обетование, Писание говорит, заповедь повелевает, почитайте себя мертвыми для греха, живыми и для Бога, и называйте несуществующие, как существующие. Как только вы соглашаетесь с этим и абстрагируетесь от вашей эмоции, от вашей похоти, и не признаете ее наличие, не соглашаетесь с нею, не признаете, да, она есть, да, она горит, но вы ее не признаете, и Бог вам это вменяет в праведность. И когда периодически эта похоть берет над вами власть, и сатана в радости начинает сказать, ну что, ты свободен, ты говоришь ей, гряди, Господи Иисусе, я свободен, я свободен, потому что эта свобода пришла ко мне от Бога, я ее принял, поэтому я свободен, я праведный, вы не продолжаете лежать в грязи, а немедленно встаете исповедуете грех, и опять радостно шагаете крепко держа Господа за правую руку. Правая рука это слова благовествуемые в устах посланника Бога, правые, праведные слова, исходящие от Бога. Итак, чтобы являть соль святости в начале, необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божия, не слышанья, а слушания. Слышать это услышал, а слушать это повиноваться тому, что мы слышим. А посему святыми можно стать только по происхождению. По происхождению. Святыми не становятся по делам, а святыми становятся по происхождению, родившись от святого Бога. Святой Бог не может рождать не святого человека. И мне всегда интересно, когда человек говорит, я рожден от Бога, но в то время, когда спрашиваешь вас, святой ли ты, он говорит, нет, еще не святой. Я говорю, как же Бог родил не святого человека, будучи святым? Я говорю, ты понимаешь, что ты противоречишь сам себе? Кто научил тебя этому бреду? Ты с этим бредом в погибель попадешь, а не в спасение? Итак, чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святость в взаимоотношениях человека с Богом, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией в святости? Какое назначение призвано выполнять святость в любви Божией в взаимоотношениях Бога с человеком и человека с человеком? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть любовь Божию в святости для соработы со святостью Бога? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, обуславливающей святость? Именно проявление свойства святости, обуславливающей атмосферу братолюбия, призвано давать Богу основания изливать свою любовь в наши сердца и быть правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. В определенном формате мы уже рассмотрели определение семи свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом и остановились на рассматривании назначения характеристик святости в отношениях с Богом и друг с другом. Какое назначение призвано выполнять кооперации взращиваемого нами плода святости со святостью Бога как в наших отношениях с Богом так и в отношениях друг с другом. Рассматривая назначение святости когда мы ее стали рассматривать в кооперации с плодом святости, взращенном ведеме нашего сердца, потому что именно результат такой кооперации призван быть единственным правовым полем в наших отношениях с Богом и друг с другом. А посему назначение соли в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, как в отношениях с Богом, так и в отношениях с другом, является многозначным, многогранным и многофункциональным. В связи с этим мы решили ограницаться с семью составляющими кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога в его избирательной любви, по которым мы сможем судить о назначении святости в каких-либо других конкретных формах отношений с Богом. Учитывая, что четыре составляющие в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога уже были предметом нашего исследования, обратимся к пятой составляющей. Составляющая в назначении свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом призвана вскрывать в нашем сердце завуалированную непокорность Богу в нашей непокорности делегированной власти Бога в наших собраниях. Это завуалированная непокорность Бога к Богу, которая проявляется в нашей непокорности человеку, поставленному Богом. И именно святость Бога призвана это вскрывать. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеком, но Богу, который дал нам Духа Святого». 1 Фессалоникийцам 4, 7, 6. Из имеющегося откровения и определяющего назначение святости Бога в его избирательной любви, обнаруживающей себя в атмосфере братолюбия, следует, что будь то отдельный человек, отдельное собрание или отдельное религиозное движение, если они не поставили себя в желанную и добровольную зависимость от поставленного Богом человека, наделенного полномочиями совства Бога, то такой человек, такое собрание и такое религиозное движение за счет усиления и утверждения своей собственной праведности, которую они рассматривают в делах собственной добродетели, они таким путем отвергают праведность веры, которая определяет порядок Бога, и не покоряются Богу, становятся противниками Христа или Антихристами, о которых Иоанн сказал, уже появилось много Антихристов, и вы знаете, кто они? Они вышли от нас, потому что не были наши. Если были наши, они остались бы с нами. Но так как они вышли, то этим самым они показали, что они не наши. А посему, чтобы совершить наше призвание в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, посредством которой Он обещал провести нас под Своим жезлом, чтобы ввести нас в узы Своего Святого Завета, дабы выделить из нас или из среды, избранного им остатками тежников и непокорных Ему, чтобы вывести их из земли их пребывания, но не допустить их вхождения в землю Израилеву. Интересное пророчество. Изекииля 20, 37-38. «И проведу вас под жезлом, жезл уст его», то есть под моим законом, который я буду изрекать, «и введу вас в узы Завета и выделю из вас смятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их». То есть я выведу их из Египта, но в землю Израилеву они не войдут. «И узнаете, что я Господь». Итак, под узами Святого Завета следует рассматривать посвящение членов нашего перстного тела в рабы праведности. Узы. Мы должны связать себя, потому что это есть рабство, когда мы связываем себя узами Завета, Завета Вечного. Когда человек слышит об ограничениях желаний, плоти и помыслов узами Завета, таким путем Святой Дух обнаруживает его собственную праведность, которая не покоряется праведности Божией и относит его к категории мятежников. «А посему под родом земли, в которой находятся мятежники и непокорные, следует рассматривать собрание святых в образе такого поля, на котором пшеница растет вместе с плевелами». То есть это такое собрание, в котором еще не выделены беззаконники и мятежники. Они вместе растут, и пока еще они не обозначили себя как таковые, хотя внутри таковыми являются. Во-вторых, под родом земли, в которой находятся мятежники и непокорные, следует рассматривать образ их перстного тела, в котором царствует грех в качестве их мужа, определяющего суть их ветхого человека, за которым стоит падший Херувим. А под родом земли Израилевы, в которую Бог ведет святых, повинующихся уставам Завета, следует разуметь обличение их перстного тела в жемчуг не тление. Под родом же земли, куда пребудут мятежники и непокорные, когда они будут собраны и связаны в связке, следует разуметь образ синагог сатаны, которые в своей совокупности представляют жену, сидящую на звере багряном. Категория людей, находящихся в какой-либо религиозной конфессии, но не зависящая от религиозных человеческих постулатов этой конфессии, является пшеницей. В то время как категория людей, находящихся в среде какой-либо религиозной конфессии и зависящие от постулатов этой религиозной конфессии, являются плевелами. То есть потому, что они принимают то, чего в Писании нет. Они принимают извращенную истину. Таким образом, органическая зависимость мятежников и непокорных от определенной религиозной конфессии является благодатной почвой для усиления демонстрации их собственной праведности, которую они противопоставляют праведности по вере. Когда говорится, что Бог выведет мятежников и непокорных из собраний, в которых они пребывали, но не ведет их в землю Израилеву, то имеется в виду, что мятежники непокорные – это плевелы, которые будут выбраны из собраний, в которых они пребывали, дабы связать их в связке сатанинских синагог, дабы не допустить их в землю Израилеву, представляющую наши тела, облеченные в жемчуг не тление, в силу чего собрания святых, оставшиеся в этих религиозных деноминациях, освободятся от связывающих их религиозных твердень, обуславливающих их конфессиональную зависимость. Когда Бог выведет их, тогда мы перестанем быть зависимыми от нашей конфессиональной конфессии, то есть, или деноминации. Если мы были пятидесятниками, мы остаемся пятидесятниками, но мы независимы от этой деноминации. Как только деноминации пятидесятников, баптистов, иеговистов, кого угодно, если это деноминация, то это секта обыкновенная, она доминирует над человеком. Человек должен свободно пребывать и не зависеть от конфессиональности своей. Мы с вами, как только освобождаемся от зависимости своей деноминации, мы включаем в себя сразу все конфессии, но без вот этой доминанты на себя. Мы становимся православными, правильно славящими. Мы становимся католиками, католик, общая вера. Мы становимся пятидесятниками, баптистами, пресвятерянами и так далее, субботниками, потому что мы признаем и понимаем, что такое суббота, и чтим эту субботу. То есть вот, когда вас спрашивают, вы православный, вы говорите да. Когда мне спрашивают, ты баптист, я говорю да. Однажды я говорил проповедь о Духе Святом. Ко мне подскочили несколько человек и сказали, какое право ты имеешь говорить, значит, проповедь о Духе Святом, ты баптист. Потому что я показывал там, что я баптист. А я говорю, а вы кто? Они говорят, мы пятидесятники. Я говорю, скажите, а как вы, будучи пятидесятниками, стали пятидесятниками, ухудрились быть пятидесятниками, не будучи баптистами? Ведь баптизма – это крещение, погружение, крещение водою. Вы крещены водою, да, но тогда, говорю, вы баптисты. А если вы не крещены водою и вы говорите, что вы пятидесятники, вы обманываете самих себя. Вы никакие не пятидесятники. То есть вы не имеете отношения к свободе Христовой от греха, потому что пятидесятница – это свобода от греха. Это не элемент говорения на языках, а это свобода от греха, это состояние. Потому что говорят на языках сегодня и православные, и католики, и баптисты, и пресвятеряне. Вы знаете, что сегодня Бог больше крестит духом святым католиков, нежели пятидесятников. Чтобы вы понимали, но они остаются католиками. Очень много баптистов принимает крещение святым духом, со знамением иных языков, но они остаются в своих собраниях и продолжают называться баптистами. Итак, их собрания трансформируются в дом молитвы, когда они освобождаются от этих людей в своей деноминации, то их собрания трансформируются в дом молитвы для всех народов, в которых апостол Петр по откровению Святого Духа словами заимствованными и 127-го псалма Давида произнес в доме римского сотника Корнилия. Петр отверг с устатства и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Из этой концепции следует, что кооперация взращенного нами плода святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия как раз и состоит в том, чтобы собрать плевелы в лице мятежников и непокорных и отделить их от пшеницы, связав их в связке, чтобы затем приступить к жатве пшеницы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сел ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Видите, это поле Христово, это собрание святых. Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их, эти плевелы?» Но он сказал, «Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы, потому что только во время жатвы, когда они созреют, тогда можно четко будет увидеть пшеницу и плевел, как они отличаются друг от друга, до тех пор, пока они не выросли. Пшеница ничем не отличается от плевел, и плевел ничем не отличается от пшеницы. А во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Матфея 12, 27, 30. Это притча Христа. Подводя итог данной составляющей, следует, что кооперация взращенного нами плода святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия это всегда действие освящающего процесса, в котором Бог очищает и отделяет чистое от нечистого и святое от несвятого, дабы одних связать в связке сатанинских синагог, чтобы затем бросить их в огонь вечно уготованный дьяволу и ангелам его, а других сделать готовыми для обличения их тел в жемчуг нетления. Шестая, составляющая в назначении свойства святости в отношениях с Богом и друг с другом, призвана служить гарантией нашего спасения вместе с нашим Духом. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена прельстившись впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие с рожденными ею детьми. Слово «чадородие» спасется через чадородие, спасется с рожденными ею детьми, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. То есть, это призвано служить гарантией нашего спасения вместе с нашим Домом. Фраза «впрочем, спасется через чадородие» означает, еще раз повторяю, «впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Если соль завета, которая обнаруживает себя в храме нашего тела в плоде святости, будет отсутствовать в показании нашей веры в атмосфере братолюбия, то все наши вышеперечисленные достоинства утратят свою значимость. Именно соль завета, обнаруживающая себя в плоде святости, возводит нашу веру в достоинство праведности, которая, в свою очередь, обнаруживает себя в достоинстве целомудрия. Исходя из того, что праведность нашей веры состоит в повиновении вере Божией в благобествуемых словах, человека, облеченного Святым Духом в полномочии отцовства Бога, свойства целомудрия на еврите обретают такое значение. Это благоразумие, сдержанность, обузанность языка, здравый смысл, рассудительность Христова, воздержание Христова, скромность, верность, явленные в терпении Христовом, повиновение Богу в словах Его посланников, благоговение, почтение и благородная стыдливость. При этом, говоря о свойстве стыдливости, речь не идет о комплексе, а о благородной или благочестивой стыдливости, которая и не позволяет человеку сделать что-либо постыдное в своих мыслях, словах, поступках и в своих одеждах, вызывающих низкие инстинкты противоположного пола. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старцы также одевались прилично святым». То есть, странно, да, почему не молодые? Да потому что, когда человек походит к таким почтенным годам, он начинает молодиться. И вот тогда он начинает оголять интимные места или обтягивать их каким-то образом так, чтобы думать, что это очень красиво. Ну вот, здесь и говорится, чтобы старцы одевались прилично, святым. «Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицайте Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными». Видите, не только старец, но и юношей увещевай быть целомудренными. Сам, значит, человек или апостол, которому писал Павел Тит, был юношей в это время. «Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был постромлен, не имея ничего сказать о нас худого». И так, исходя из вышесказанного, чтобы в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, дать Богу основания, отделить нас от сынов погибели, чтобы мы могли наследовать спасение со своими детьми посредством нашего пребывания в вере и любви и в святости с целомудрием, необходимо через наставление в вере позволить истине Слова и силе Святого Духа Крестом Господа Иисуса отделить нас от нашего народа, от дома нашего Отца и отраслевающих вожделений нашей души, который в своей совокупности является нашим генетическим наследием, переданным нам через суетное семя наших отцов по плоти. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, суетной греховной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена, для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истины, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, пребывающего вовек. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедано. При этом принимать спасение дома своего в лице рожденных нами детей следует не по отношению наших детей к истине. Еще раз хочу повторить. Принимать спасение своего дома в лице рожденных нами детей следует не по отношению наших детей к истине, а по принятой нами информации, которая содержится в вере Божией, кем является Бог для нашего дома во Христе Иисусе, что сделал Бог для нашего дома во Христе Иисусе, и кем приходится наш дом для Бога во Христе Иисусе. Обычно мы говорим «для меня» или «для нас», но здесь я применяю дом, потому что Писание говорит, что когда Бог спасает человека, Он его спасает с рожденными им детьми, с его домом. Спасешься ты и весь дом твой. Я хочу, чтобы вы все хорошо меня услышали, потому что я знаю, что некоторые из наших детей находятся не там, где мы хотели бы их видеть. Но судите о ваших детях не потому, как они относятся к церкви, к истине и к Богу, а потому, как Бог относится к вам и к вашим детям, что Он дал обетование. И поэтому вы должны смотреть не на то, чем занимаются ваши дети, а на то, что сделал Бог для ваших детей. Благодарите Бога и рассматривайте, что ваша дочь или ваш сын сидит рядом с вами, когда его с вами нет. И всякий раз, приходя в собрание, говорите сами в себе. Благодарю Тебя, Господи, что моя дочь сидит рядом со мною. Благодарю Тебя, Господи, что мой сын сидит рядом со мною. Потому что вера называет несуществующее существующим. А мы можем называть несуществующее существующим только в том случае, когда Бог сказал, называй это. Мы не можем называть то, что мы хотим, но мы призваны называть то, что хочет Бог. Он сказал, спасешься ты и весь дом твой. Подводя итог данной составляющей, в кооперации нашей святости со святостью Бога в атмосфере братолюбия следует. Если мы через наставление в вере не будем отделены святостью Бога, которая содержится в крови Христа Христова от гибельного семени, унаследованного нами от суетной жизни отцов, то это будет означать лишь одно, что мы не взрастили плод святости для кооперации со святостью Бога. В силу этого наши имена будут изглажены из книги жизни, и мы вместе с нашими детьми утратим спасение. Разве что наши дети независимо от нас отрекутся от нас и останутся в земле Израилевой, как сделали сыны Кореевы. Часть сынов Кореевых погибла вместе с Кореевым, земля разверзла свои уста, а часть сынов Кореевых сказала, мы умерли для нашего отца, его больше нет. Все. Седьмая составляющая в назначении свой святости в отношениях с Богом и друг с другом призвана в последние дни привести ополчение Гога в землю Израилеву, чтобы явить над ним святость Господню в исполнении приговора суда за то, что он вознамерился свести свои счеты с землей Израилевой. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обратили сотвою Гогу в земле Магог. Гог, князю Роша, Мишеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи ему, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишеха и Фувала. То есть, имеется в виду, вот я на тебя, Гог, властелин, царствующий над князями Роша, Мишеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчища в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, перцев, ефеоплян и ливийцев с ними, всех со щитами, и в шлемах, гомера со всеми отрядами его, дом фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою, готовься и снаряжайся ты все полчища твои, собравшись к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые будут в постоянном запустении, но теперь жители его будут возвращены из народов, и все не будут жить безопасно, и поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так, говорит Господь, Бог в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие и скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных живущих беспечно. Все не живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи. Наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающихся хозяйством и торговлею, живущие на вершине земли. Савва и Деданы, купцы фарсийские, со всеми молодыми львами их скажут тебе, ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчища твои, чтобы набрать добычи, взять стебрё и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему узельки пророчества, сын человеческий, и скажи Богу. Так, говорит Господь Бог, не так ли в тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего, от пределов севера ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое, и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет последние дни, и я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою, пред глазами их. Израиля 38, 1-16. Имя Гог означает драгоценный золотой сосуд. Это руимлянин. Так звали одного из князей, происходящих от Рубима. Сын Шемая, имя которого означает благозвучие, а его отцом являлся Шемей, Господь услышал. Сыновья Иаиля, Шемая, его сын Гог, его сын Шемей, его сын Миха, его сын Реалия, его сын Вал, его сын Беера, которого отвел в плен Фелосар, царь сирийский. Он был князем руимлян. Возможно, вы спросите, а какое отношение Гог к князь из колена Рубимова имеет к демоническому князю по имени Гог? Ответ состоит в том, никакого. Дело в том, что когда Херувим Осиняющий и его ангелы согрешили, они лишены были всякого достоинства, которое как раз и состояло в их именах. Они были лишены своих имен. Они стали безымянными. А посему ни демонические князья, ни их ангелы не имеют достоинств, представленных в их именах, которыми они себя называют. Ведь если ангел с тьмы выдает себя за ангела света, то это не означает, что он является ангелом света. Однако, когда человек, обладающий достоинством какого-либо имени, дает место дьяволу, дьявол получает право называться именем этого человека, но не имеет права быть этим именем. Он получает право называться этим именем, но не имеет права быть этим именем. Следующие два имена, присвоенные демоническим князьям, это Мишех и Фувал, во главе которых стоит Гог. Это имена сынов Иофета, внука Ноя. Демонический князь, присвоивший себе имя Гога, одного из княжеских сыновей Рувима, под властью которого находится Мишех и Фувал, олицетворяют собою языческую, богопротивную, мировую державу под названием Евросоюз, образ бывшей Римской империи, в бытность которого распяли Христа. Совершить суд на горах Израилев, которые представляют в храме нашего тела образ клятвенных обетований, это лишить их достоинства, которое состоит в захваченных ими именах, под которыми следует рассматривать обетования, сокрытые в нашем сердце, в достоинстве наших сыновей. Я хочу рассмотреть это в нашем теле. Будет действительно это событие, которое произойдет впоследствии, когда он приведет для того, чтобы поразить Израиль, и в это время Господь поразит его. То есть, но я хочу показать, что если это не произведет в нас, то там мы будем полчищами Гога, потому что полчища Гога в первую очередь пребывают в нас самих. И вот нужно здесь написано, он придет на горы Израилевы, обетования. Я часто говорил, что многие обетования Божии в наших сердцах умерли. Это стало кладбище для обетований, а не роскошные дома, в которых они живут. Благо, что мы с вами оставили это кладбище, и наше обетование для нас воскресли, и теперь каждое обетование Бога живет в нашем сердце или в храме нашего тела, в роскошном святилище. И почему? Потому что мы лишили достоинства всех имеющихся постыдных мыслей и похоти, которые представляют это великое полчища в нас. И фраза «Я выбью лук твой из левой руки твоей и выброшу стрелы твои из правой руки твоей следует рассматривать во взращенных нами сыновьях, которые не останутся в стыде, когда будут говорить с врагами в наших воротах». Наши ворота – это уста, исповедующие веру Божию, кроткие уста. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Именно вот на этих горах Израилевых, на этих обетованиях Гог будет постановлен. У него имя будет отнято, которое он взял, оно ему не принадлежит. Мы заберем у него это имя. Сегодня Сатана называет себя именами земель, именами людей, святых людей, потому что он их обольстил. Но здесь написано, что прежде чем произойдет буквальное событие, знаменующее собою начало на земле тысячелетнего царства Христа и избранного им остатка, это событие должно произойти на горах Израилевых, в раме нашего тела, которое следует разуметь в рождении нами Мафусала. «Ты же сын человеческий, из реки, пророчество на Гога, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, князь Гог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, то есть Роша, вот я на тебя, Гог, начальствующий князь, Мишеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от края с севера, и приведу тебя на горы Израилевые». То есть мы уже имеем победу в наших сердцах над Гогом и над его полчищами. Нам следует знать, что все суды, которые Бог будет совершать во знаменовании тысячелетнего царства и во знаменовании нового неба и новой земли, призваны осуществляться через откровение, которое ясно будет написано на скрижалях нашего сердца в преддверии имеющихся событий. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога. Или же в оригинале обольщать людей, находящихся на четырех углах земли Гога в земле Магога и собирать их на брань, числой, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельчавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А мы сейчас будем молиться, приготовляя наше сердце к великому таинству, есть тело Господне и пить его кровь. И поэтому все желающие бросить вызов своей ветхой природе, греху, который вас, возможно, связал, или похоти, или болезнь, которая вас пугает, или обстоятельства, которые вас пугают, вы можете выйти сюда к алтарю, чтобы получить победу над этими обстоятельствами, победу над этим грехом, победу над этой похотью для того, чтобы у вас была готовность приступить в достоинстве принимать хлеб и чашу. Аминь. Будем молиться. Мы ждем вас с алтаря. Песня. Песня. Как дорога струя, Помышая меня, А на сильней паре Уничтожь кроме Иисуса. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против нас. Он рассматривает вас праведными пред Собою, потому что вы увидели вашу зависимость от греха, от похоти. Он увидел ваш страх, но вы готовы прийти к Нему. Вы любите Его, вы исповедуете грех свой, вы отрекаетесь от Него. Поэтому Он рассматривает вас праведными и хочет восстановить свои отношения с вами. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь боль мою, нанесенную грехом, грехом, который я ненавижу. Я ненавижу мои похоти, мои страсти греховные. Я отрекаюсь от них, да будут они брошены в бездну забвения. Я люблю Тебя, я люблю Твою правду, я принял Твои обетования, я храню их в моем сердце, как зеницу ока. Я молю Тебя, чтобы Ты в лице Твоего Святого Духа вошел в мое сердце, как Бог и Господин. Я открываю Его, войди в Небо и будь Царем и Господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч чудесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сие обетования на Тебя и на потомство Твое и исполнятся на Тебе и весь народ да скажет Аминь. Первое послание Коринфянам, одиннадцатая глава, с двадцать третьего стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сидя творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сидя творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу Господню, то смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Садитесь, пожалуйста. Позвольте еще раз в очередной раз напомнить, кто имеет право участвовать в этой трапезе. В этой трапезе имеет право участвовать всякий святой человек, который верит, что Иисус Христос есть Сын Божий и который обязательно запечатлел свою веру водным крещением. Это главное требование, которое необходимо. То есть, как мы видим, что необходимо иметь на себе знак смерти, что Господь, как в одной из своих проповедей, пастор показал нам, что Господь вступает в завет при одном условии, если человек на себе будет иметь печать смерти. Если печать смерти только на Господе Иисусе Христе, а на нас на этой печати нету, то мы беззаконно приступаем к трапезе Господней. На нас обязательно должна быть печать. И эта печать дается нам в смерти Господа Иисуса Христа. И это не просто, как один маленький мальчик подошел, сказал, вы можете меня тоже окунуть в водичку. Мы должны понимать, что мы не просто погружаем кого-то в воду. Когда мы погружаем кого-то в воду, то человек должен осознанно понимать, что он сделал решение в смерти Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего отца, если он противится истине Слова Божия и для своих собственных желаний. То есть, это признак обрезания, где он проливает и теряет свою кровь. Если мы не согласны этого сделать и прикасаемся к этой трапезе, то Писание говорит, что мы будем вкушать в осуждение себе. Контракт работает при одном условии. Если тот, кто за нас пролил кровь, и мы за него пролили кровь, то есть, в своей крови мы подразумеваем ту душевную жизнь, которая связывает нас юридически или же связывает нашу душу с ветхим человеком, который представляет павшего Херувима. Вот такое постановление. Конечно же, я не буду напоминать, что люди отлученные не имеют права участвовать в этой трапезе, таковых среди нас нету. Те, кто ушли из этой церкви, они сами себя отлучили, но вряд ли когда мы их с вами увидим. Ну а те, которые находятся здесь, они имеют право участвовать в этой трапезе. Поэтому я попрошу вас всех встать и протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы с вами будем благословлять этот опреснок. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, заломимое тело Сына Твоего, Иисуса Христа, в достоинстве этого опреснока. Когда Он пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от Него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборет смерть в телах наших, да будут тела наши исцеленные через прикосновение и вкушение этого святого опреснока. Мы благодарим Тебя за исцеление нашего тела и поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И взяв хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие из тела мое за вас сломимое, сие творите, только когда будете есть в мое воспоминание. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которым подходит, встает, и мы сложим друг другу. Сегодня мы с вами слышали о том, что нам необходимо быть совершенными, и наше совершенство должно обладать статусом и достоинством совершенства небесного Отца. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Это призыв. Это не просто альтернатива, это не просто пожелание Иисуса Христа, это Его приказ. Мы должны быть совершенными, как совершен Отец наш небесный. И вопрос, как можно быть совершенным? Для этого нам необходимо сделать одно. нам необходимо взрастить праведность Божию в нашем сердце в плоде правды, то есть которое представляет для нас древо жизни, которое приносит свой плод каждый месяц, то есть 12 раз в году. И когда мы взрастим такую праведность, то Писание говорит, что мы будем обладать совершенством, присущим нашему небесному Отцу. И тогда Паста и говорит, но если у нас есть такая праведность, и мы говорим, что мы совершены, как наш небесный Отец, как необходимо это определить. Писание говорит, что мы с вами будем наследниками мира, ибо незаконно даровано Авраму или семени его быть наследниками мира, но праведностью веры. Праведность веры, которую мы имеем, и которая говорит о нашем совершенстве в Иисусе Христе, о том, что Отец Небесный является нашим небесным Отцом, через праведность веры мы становимся наследниками мира и облекаемся в это наследие. И дальше пастор говорит, какие признаки есть, что мы являемся наследниками мира. При одном условии, если мы облекаемся в совершенную, то есть в святую избирательную любовь Божию, более всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует мир Божий в сердцах ваших, в собраниях ваших, которому вы и призваны, и будьте, он говорит, пожалуйста, дружелюбный. Мы видим, что оказывается обладать достоинством мира Божия и говорить о том, что я праведник, я похож на моего небесного Отца, я его наследник, и это наследие мира есть у меня. И вот как мы его определили, через наличие избирательной святой любви. И для того, чтобы достигнуть этой избирательной святой любви, Писание говорит, что мы вначале в своей вере должны показать добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, и вот только в братолюбии мы покажем избирательную святую любовь Божию Агапы. Все начинается с веры, которая выражает себя в добродетели. Мы не сможем показать избирательной любви Божьей, если мы не покажем его добродетели. Что такое добродетель? Мы должны показать Бога, который творит добро и который дает добро. И мы это добро показываем тогда, когда мы ищем истинных добрых дел. Однажды спросили у Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Он говорит, вот дело Божие для вас, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть добродетель это иметь отношение к человеку, который представляет из собственного Бога и через которого мы можем услышать, что хорошо и что плохо. здесь у нас появляется рассудительность. После добродетели покажите вашей добродетели рассудительность, то есть способность знать, что такое хорошо и что такое плохо. Знать, что такое хорошо и что такое плохо, мы не увидим это в мультиках, мы не увидим это в энциклопедиях, мы это можем только услышать и только через человека, которого Бог послал в нашу жизнь. И после этого, когда у нас есть добродетель в лице человека, который представляет для нас добро Божие и истину Божию, когда у нас есть рассудительность, то есть мы преклонили свою голову, свой интеллект перед ногами Господа Иисуса Христа и сказали, я не хочу больше давать оценку Священному Писанию своим интеллектом. Не хочу. Научи меня, Господи. И он говорит, ты очень рассудительный человек, а теперь в рассудительности покажи воздержание. Что значит воздержание? Ну, теперь ты знаешь, что такое зло? Знаю, Господи. И он говорит, тогда воздерживайся. И потом покажи терпение. Что такое терпение, Господь? Ты знаешь, что такое хорошо? Знаю. Держи его и сохраняй слово терпения. Да коли я приду. После этого, Он говорит, ты будешь обладать статусом благочестия, истинной святости. И статус благочестия позволит нам иметь братолюбие, то есть любить друг друга нелицемерной любовью. И вот когда Господь увидит у нас нелицемерную любовь, Он скажет, вот теперь ты обладаешь истинной любовью Агапа, избирательной и святой. Будем молиться также и за чашу. Я попрошу вас всех встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы будем благословляясь ее чашей перед лицом Господа. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемого оставления грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, да поборет смерть и поглотит ее в наших телах и в наших душах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим, искупил нас от суетной жизни, которая была передана нам через наших отцов. Благодарим Тебя и поклоняемся перед чашу и завета Твоего, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, в тот ряд, который он подходит, встает, и мы точно так продолжаем служить друг другу. И также чашу после вечерей сказал, сие чаши, есть новый завет в моей крови. Сие пейте вино, только когда будете пить в мое воспоминание. Вино нельзя пить, когда люди соображают на троих, на двоих или еще там на что-то. Как только мы заходим на место, в котором стоит вино, некоторые святые родители говорили, я зашел и увидел. У моих детей стоит вино на столе. Он говорит, я сказал, если вы имейте уважение ко мне, уберите его, пожалуйста. И он говорит, извини, мы не знали. То есть они не являются членами нашего собрания. И они убрали. То есть отец являлся светом. И говорит, из уважения ко мне, уберите алкоголь со стола, чтобы я остался на этом месте. И они убрали. И теперь в присутствии, когда он бывает, когда они собираются вместе, дети, то, разумеется, там вина больше нет. То есть вино, оно должно стать кровью. И когда оно становится кровью, вот тогда мы его и принимаем. И теперь, когда мы обладаем избирательной святой любовью Божию, нам необходимо выполнить условия. То есть показывать теперь в этой избирательной любви соль завета, то есть святость Бога. И эта святость Бога выражается в том, что Бог называет нас святыми. Как по нашему происхождению, так же и по нашим поступкам, по нашим одеяниям, по нашим словам, по нашим мыслям. Но все начинается с происхождения. Мы были рождены и произошли от святого, праведного Бога. Поэтому в Иисусе Христе мы святы и праведные. Вне Иисуса Христа мы не можем быть святыми и праведными. Только в Сыне Его, Иисусе Христе, мы можем называться святыми и праведными. И слово «святой». Пастор сказал, что это, во-первых, конечно же, рожденный от Бога. Посмотрите, святые, откуда начинается наш великий статус? Святой человек. Во-первых, это человек, который рожден от святого Бога. Это человек, который рожден был для Бога. Это человек, который происходит от Бога. Это человек, который принадлежит Богу. Он пребывает в Боге. Он является собственностью и святыней Бога. Он искуплен Богом. Он отделен Богом. Он посвящен Богу. Он подобен Богу. Он входит в удел Бога и разделяет властные полномочия с Богом. Вы посмотрите, как наследник, который родился в доме святого отца, пришел к тому, чтобы с ним разделить его наследие. И этим наследием является, в первую очередь, как мы с вами слышали, сам Бог. Он является частью нашего наследия и нашей чаши. Сам Господь. Мы стали Его чашей, Его наследием, и Он стал, когда мы пришли в меру полного возраста Христова, нашим наследием, частью нашего наследия. Святые, есть ли среди нас те, которых могли по какой-то причине пропустить. Если нету, у меня записочка, объявление. Попрошу объявить жениха и невесту. Это Виталий Ясинский и Руфа Сивачева. Я попрошу вас выйти сюда. Это жених и невеста. И поэтому, если мы будем их видеть вместе, то, пожалуйста, знайте, что это жених и невеста. И они имеют право быть вместе. Быть вместе, это значит вот так вот идти, держаться за ручку и не больше. Мы с ними поговорили. Я объяснил святым, что есть большая разница между мужем и женой, и женихом и невестой. И необходимы эти правила святым соблюдать. Постараться соблюдать. И такого понятия, как бойфренд или гёрлфренд не существует. Как я вам говорил, когда я приехал в Америку, мне однажды, я вообще по-английски еще не говорил толком, подошел американский пастырь и спросил у меня, у тебя есть гёрлфренд? Мне как-то стало неудобно. Он говорит, у нас есть девочки, которые хотят познакомиться с тобой. Ну, я посмотрел на этих гёрлфренд и сказал, I'm sorry, I don't speak English. Okay, no problem, thank you. Все. То есть, практически, вот это мой словарный запас, и я так и работал, и все. То есть, вот эти пять слов я гонял туда-сюда и выстраивал сложно подчиненные предложения. Поэтому, но он работал поначалу, сейчас, разумеется, я бы так ему не сказал, я просто даже проигнорировал его, потому что, ну, странный какой-то пастырь мне показался. И тоже гёрлфренд мне не понравились. Хорошо. Но если бы даже понравились, ответ был бы тот же самый. Тоже самый. Поэтому, святые, если вы будете видеть их, пожалуйста, не смущайтесь, это жених и невеста. Мы вас поздравляем, похлопаем, пожалуйста. Все. Молодцы. Пожалуйста, можете идти. Я не буду их обременять, так сказать, нашим манифестом, потому что мы посмотрим, нужен вообще им будет этот манифест или нет. Время покажет. Ну, а тем, кому он нужен, я попрошу вас всех встать и вместе со мной произносить наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Аминь. Слава и величие. Ну, аминь. Чаще.